Праздник Светлой Пасхи. История и традиции. Пасху отмечают во всем мире, и, конечно же, с этим праздником связано множество легенд, историй, символов и необычных фактов. Вообще, Пасха очень древний праздник, но для христиан он приобрел особое значение. Сын Божий Иисус был распят на кресте за грехи людские. Но на третий день после смерти он воскрес. Первой, кому явился воскресший Христос, стала последовательница Иисуса Христа, святая Мария Магдалина. Она понесла благую весть римскому императору. «Христос воскрес!» – сообщила она и преподнесла в дар императору куриное яйцо. Император рассмеялся и сказал, что скорее яйцо станет красным, чем он поверит в это. И на глазах у изумленной публики белое яйцо в руках у Марии Магдалины стало красным. Когда Тиберий это увидел, он был поражен и ответил. «Воистину воскрес!» С тех самых пор возникла традиция красить яйца в красный цвет и приветствовать друг друга. Фома неверующий. Многие слышали это выражение, но вот откуда оно взялось? Согласно Евангелию от Иоанна, апостол Фома, иначе называемый Близнец, один из 12 апостолов, учеников Иисуса Христа, не видел воскресения и узнал об этом от других апостолов. Он сказал, если не увижу на руках его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей и не вложу руки моей в ребра его, не поверю. Явившись апостолом вновь, Иисус предложил Фоме вложить палец перст в раны, после чего Фома уверовал и произнес «Господь мой и Бог мой». Евангельское повествование оставляет неизвестным, вложил ли Фома на самом деле свой перст в Христовы раны или нет. По одному мнению, он отказался делать это, другие считают, что он прикоснулся к ранам Христа. Однако выражение Фома неверующей стало нарицательным и обозначает недоверчивого слушателя. Сюжет уверения Фомы стал популярным сюжетом евангельской иконографии. На сегодняшний день, в пасхальное воскресенье, люди посещают церкви, там батюшка освещает куличи и яйца. А после церкви семья собирается за праздничным столом, угощаются пасхальными куличами и яйцами. Дети любят играть в битки, два игрока держат в руках по куриному яйцу, предварительно сваренному вкрутую, и бьют их друг от друга, намереваясь разбить чужое, но не разбив при этом свое. А теперь необычное про Пасху. Самые дорогие и знаменитые пасхальные яйца – это, конечно же, яйца Фаберже. В 1885 году русский император Александр III захотел сделать необычный подарок к празднику своей жене. Кого удивишь обычными крашенными яйцами? Тут нужен подарок посущественнее. Примерно так подумал государь и обратился к ювелирам с просьбой изготовить для него яйца, которые стали бы настоящим произведением искусства. Мастера постарались и создали золотое яйцо, покрытое белой эмалью, внутри которого находилась маленькая золотая курочка. Императрице очень понравилось, и Александр поручил фирме Фаберже каждый год изготавливать новое уникальное яйцо в качестве подарка императрице. Эту традицию сохранил и сын Александра III, император Николай II. Только он уже заказывал по два яйца – для своей матери и для жены. Самое большое пасхальное яйцо в 2011 году создали в Бельгии. На гигантскую пасхальную сладость высотой 8,32 метра ушло 50 тысяч плиток шоколада – 1950 кг. Над созданием яйца-рекордсмена, попавшего впоследствии в книгу регордов Гиннеса, трудились 25 кондитеров на протяжении больше 500 часов. В 2012 году аргентинские кондитеры решили побить рекорд своих коллег из Дании и создали пасхальное яйцо 8,5 метра в высоту и 5 метров в ширину. Оно не только оказалось на 20 сантиметров выше предыдущего рекордсмена, но и стало самым тяжелым пасхальным яйцом в истории. Вес готового изделия – 4 тонны. 27 кондитеров работали над шедевром почти 2 недели. Яйцо было установлено на главной городской площади, а после фиксации рекордов книги рекордов Гиннеса сладость с помощью крана разломали на куски и угостили всех желающих. А теперь про Германию. Германским пенсионер Фолькер Крафт в 1965 году превратил молодую яблоню в своем саду в пасхальное дерево, украсив ее 18 пасхальными яйцами. В семье это стало доброй традицией, и каждый год на Пасху на дереве появлялись все новые и новые яйца. В 2015 году дерево Крафта украсило 10 тысяч пасхальных яиц. А вот самый большой пасхальный кулич, также символ Пасхи, можно было попробовать в 2019 году в Москве, на Пушкинской площади, на фестивале «Пасхальный дар». Его вес составил 900 килограмм, высота более 150 сантиметров, а диаметр более 180 сантиметров. Кулич специально к празднованию Пасхи готовили лучшие кондитеры Москвы. Для приготовления кулича потребовалось 500 килограмм муки, 1000 яиц, 300 килограмм сахара, 50 килограмм глазури и мастики. Всего над гигантским куличом работали 10 человек. Пекари, кулинары, художники и даже настоящий архитектор. На Западе одним из главных символов этого праздника является пасхальный кролик, или как его еще называют – зайц. Фигурки зайцев, а также открытки с их изображением, продаются повсюду в Западной Европе и Северной Америке. Но особенно этот очаровательный ушастик популярен в Германии. Одно время в Мюнхене даже существовал музей пасхального зайца. А теперь посмотрите, пожалуйста, какими необычными бывают пасхальные яйца. На сегодняшний день существует огромное множество рецептов и вариантов покраски яиц. В горошек, блестящие, в полосочку, в крапинку, с рисунками, с узорами. Некоторые экземпляры – это настоящее произведение искусства. Спасибо вам за внимание и светлого праздника Пасхи! Субтитры создавал DimaTorzok